19 января православные христиане отметят один из великих праздников – Крещение Господне или Святое Богоявление. По древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие, несмотря на мороз, купаются в прорубях. Русская Православная Церковь поддерживает традицию купания верующих в праздник Крещения Господня. В Крещенский Сочельник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям на водоемах, где они освящаются. Православные зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются ею, а самые отважные ныряют в нее. На Руси издревле считалось, что купание в Крещении способствует исцелению от различных недугов. Но обращаем внимание на необходимость понимания правил безопасности, которые следует учитывать желающим окунуться в Крещенскую купель. Мы поговорим о вопросах безопасности. Во-первых, исходя из того опыта, что мы получили, когда мы с самого начала начали проводиться эти праздники, мы приобрели некоторый опыт. Во-первых, что бы хотелось порекомендовать гражданам, которые решат окунуться в купель. Не бежать туда сломя голову, не кидаться туда, потому что можно споткнуться, можно удариться затылком, значит, не дай бог, конечно, ступеньки, хотя они деревянные. Купель оборудована специально. Надо потихонечку, осторожно, нырнул, вылез. Это во-первых. Во-вторых, ну, наверное, у кого-то есть какие-то хронические заболевания, у кого-то временное недомогание. Ну, здесь надо прислушиваться к рекомендациям наших медицинских работников. Вот. Еще один аспект. Не хотелось бы, чтобы кто-то после употребления спиртных напитков опять лез в эту купель. Ребята, ну, есть статистика по России, сейчас не буду о ней говорить, что были случаи, когда после употребления спиртных напитков, окунувшихся в эту купель, человека вытаскивали, ну, некоторых успевали спасти, некоторых нет. Это печально, конечно, потому что есть такое понятие, как спазм сосудов. Не буду дальше на этом останавливаться. И не хотелось бы, чтобы насильно детей, те, которые не хотят купаться в этой купели, туда затаскивали. Для начала стоит определить для себя степень личной готовности, как духовной, так и физической, к прикосновению к крещенскому таинству именно через окунание в прорубь. Необходимо отдавать себе отчет в том, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может закончиться плачевно. Ведь при погружении в ледяную воду происходит спазм капилляров и периферических сосудов тела. Кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя работу этих органов. Поэтому возникает опасность сердечного приступа, судорог, быстрого развития пневмонии. Окунаться в ледяное иордание нужно с осторожностью. Не обязательно нырять в прорубь в этот день. Можно омыть водой, освященной в храмах, лицо. Можно облиться на святом источнике или выпить с молитвой чайную ложечку святой воды, как духовное лекарство. Перед тем, как опускаться в ледяную прорубь, нужно закалить организм низкими температурами. Начните с контрастного душа. Затем перейдите на обливание с температурой воды плюс 36 градусов, постепенно понижая до плюс 10 градусов Цельсия. Соблюдайте особую осторожность. Не надо туда, как я уже говорил, вот эти все-все-все вот эти аспекты осветил. Не надо торопиться. Плюс, к тому же, будет здесь охранять спасатели СССР, ГОЧС Амурского района. Будут здесь работники ГИМС. Общественный порядок здесь, следить за соблюдением общественного порядка будут работники милиции, полиции, прошу прощения. Поэтому все будет сделано для людей, но людям самим надо смотреть, чтобы чего не случилось. Слава Богу, вот за все время, что здесь в Амурске проводилось, у нас проводились эти праздники, пока ничего-ничего не случилось, такого нехорошего. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Помните, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера, таким как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, переболевшие COVID-19 и другие. Погружение в ледяную воду им противопоказано. Рекомендуется заменить купание в проруби на умывание дома обычной водой. Ведь в день крещения освещается вся водная стихия в целом. Нахождение в воде низкой температуры даже для здорового человека – сильный стресс. Но если человек хотя бы немного ослаблен, через 3-4 дня за смелость придется расплачиваться. Планируя купание в ледяной воде, не поленитесь посоветоваться с врачом. Может быть, такая процедура лично вам не только нежелательна, но и противопоказана. Евгения Дудко, Юрий Щетина, телеканал Амурск.